всем большой привет дорогие друзья этим летом мы решили отдохнуть в алуште до симферополя мы добирались поездом билеты покупали на сайте гранд сервис экспресс на вокзале нас встретил трансфер отеля в котором остановились а вот кстати наш номер только посмотрите на этот потрясающий вид из окна это просто сказка друзья а почему у нас окно в номере извини меня крым удивляет крым реально удивляет эти на нее довольны ты чё хренелый нормальный раз потрясающе мне нет слов у вас у меня нет слов территория отеля просто огроменная 16 гектаров 8 из которых реликтовый парк в нем собраны минимум 97 видов деревьев и кустарников на территории есть даже своей часовни в первый день мы с мишей передвигались буквально как черепахи потому что нам все хотелось рассмотреть везде хотелось сфотографировать каждый метр продуман для таких мельчайших деталей что в принципе можете наблюдать все сами мы все никак не можем дойти покушать из-за этой мадам мы скоро пойдем я не могу времени катастрофически мало потому что хочется полежать отдохнуть посидеть можешь пожалуйста не снувать когда записываю видео амиш сказал что я красивая безнарочных ресниц не обращайте внимание на эти звуки надо взять себя в руки идти идти много 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 снимать и спать нет спать мы не будем пытается быть в крыму огромное разнообразие экскурсий под любой запрос и кошелек на улице халушты мы видели множество зазывал у которых можно было записаться на экскурсии самостоятельно также для этого есть специальные сайты мы смеши записывались на экскурсии через наш отель в нем есть целый отдел по подбору развлечений это очень удобно купила гаошь уже полчаса их завязать не можем давай быстрее уже башмаки не получается я первый раз такой купил на клей посадила бы а это еще одна локация территории нашего отеля здесь проводятся различные вечеринки приглашаются диджеи основном такие мероприятия проводятся по вечерам кстати отель находится на первой береговой линии ты выходишь из отеля и через 10 метров море его когда кудрявая куда собралась парабуля бар местная кафешка который всех валют и барабуля это очень популярная крымская его кстати хочется отметить что здесь очень приветливые таксисты вежливые чё кстати такси в алуште я бы сказала из сегмента недорогого такси если сравнивать с москвой намного дешевле прыгай крошка поедем до кафешки правда недолго минуты две все освобождаем транспорт одна из экскурсий которую мы посетили это винный завод массандра в городе ялт просто экскурсия с исторической программы стоит 550 рублей с человека и дегустация 9 образцов вин 800 рублей с человека забавно что дегустация стоит дороже самой экскурсии но по итогу скажу что она того стоила 200 рублей за билет и мы пристегнитесь мы взлетаем миша накачал конечно качается я еще и не раскачивал миша не надо ничего раскачивать гомонись всем полезу сюда тогда развлекаться очень красиво в отпуске просыпаться в 77 30 это конечно заслуживает уважение и считаю а это кстати один из пяти открытых бассейнов отеля есть еще три крытых бассейна но сейчас не об этом сейчас мы отправляемся с вами в основной ресторан отеля говорю основной потому что всего у отеля их два вот в основном проходят завтраки обеды и ужин формате шведского стола здесь же возле бассейна напротив ресторана можете наблюдать бар и кальян на этой локации каждый день проходят различные мероприятия шведский стол довольно таки разнообразие блюда здесь что называется из-за разряд правильного питания очень вкусная домашняя кухня обычно набрала сладости идет очень много отелей гостиниц людей отдыхающих достаточно много но нет вот этого чувства знаете духоты когда прям негде протолкнуться эффекта толпы как например в сочи этого нет ну вот посмотрите сколько время шесть часов просто пустые я говорю много людей да это дело то в том что это немного на улице комфортное количество людей вот так детей не волнует надписал нарезанную пробить вот эти надписи я поменял вообще курить запрещено к одному нарезни курить слышно ой смотри сверху виллы прикольные о веселые ребята вот такие здесь люди по вечерам мы с мишей очень любили ходить спанный комплекс который расположен в здании спа отеля это один из скрытых бассейна со встроенным гидромассажем вот это кстати массажер для шеи то чувство когда хотела нырнуть красиво а получилось то что получилось также в отеле мы посещали спа-центр в котором просто масса косметических и оздоровительных процедур направленных на профилактику старения организма поддержание тонуса тела укрепление иммунитета и многое другое совершение можно попить чаёк что я и сделала тут кстати очень много различных оздоровительных чаёк так можно я научусь за тебя вообще крепко держать а когда он прыгает по волнам это вообще а 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 Да, а мне здесь вообще пиздец. Сверхнется? Я не понимаю, как на этой штуке на подсветке можно задаться. Это же жесть! Всё хватит уже, выскатениваться! Пожалуйста! Я уже головы стрела. Ей-богу, блядь. Я с ним уже не поеду. Однозначно. Я не вылезала сто раз. Я чуть не вылезала сто раз. Мне кажется, я орала на всю Ивановскую. Было страшно за жизнь. Да, это, конечно, мощно. Будем ещё кататься? Да потом. Мы с Мишей любители активного отдыха, поэтому не стали просто валяться на пляже, а арендовывали всякие крутые плавательные средства. Особенно нам понравились сабы, это вот эта вот доска, на которой я сейчас гребу. Аренда одной такой доски 500 рублей в час. С неё можно нырять, на ней можно загорать, заниматься спортом в виде гребли. А главное, вдали от людей, в открытом море, кстати, вода очень чистая, тёплая и приятная. А вот, кстати, пляж, принадлежащий отелю. В распоряжении гостей отеля пляжные кровати и шезлонги из бамбука с мягкими подушками, уютные пуфы и пляжные полотенца. В общем, как вы уже поняли, мы нашим отдыхом в Балужте более чем довольны. Отель из этого ролика называется Море Спа Резорт. Со всей подробной информацией можете ознакомиться по ссылке в описании.